Вступил в силу закон о штрафах. Напомню, что именно этот закон принят законодательным собранием Красноярского края. И штрафы как раз у нас будут привлекаться граждане именно по административному законодательству за неуплату парковки. Размер штрафа составляет для физических лиц от 300 до 800 рублей, максимально юридических лиц от 1000 до 1800. Скажу о том, что вчера, допустим, был первый день и мы вкратце так подводили итоги и хотелось бы отметить, мы опять же на сегодняшний день говорим о том, что сегодня граждане, как говорится, еще привыкают, смотрят. Материалы будут направляться в административную комиссию соответствующего района. У нас два района, на которых расположены платные парковки, центральная и железнодорожная. И административная комиссия на своим заседании в соответствии с регламентом, в соответствии с положением кодексов административных правонарушений будут рассматривать данные материалы и принимать по ним обоснованное решение. Я понимаю, что, возможно, тут какие-то сразу вопросы будут, какое наказание или все, но проблема назначения наказания четко определена действующим законодательством. Она зависит в том числе от характера совершенных правонарушений, от имущественного положения, а также смягчающих и отягчающих обстоятельств. Понятное дело, что в административной комиссии к настоящему времени, и очень надеюсь, что их будет как можно меньше или не будет вообще, скажу это еще раз, материалов не поступало, но после того, как они поступят, все будет рассматриваться в соответствии с действующим законодательством. Рассмотрение административной комиссии в соответствии с регламентом, это примерно на 40-й день с момента поступления материалов в административную комиссию. Потому что там необходимо будет сделать соответствующие запросы, пригласить нарушителей для составления протокола, потом на заседание административной комиссии, ну это процедура, которая будет проведена обязательно с каждым, так скажем, потенциальным нарушителем на сегодняшний день. У оператора существует оборудование, которое определяет номера автомобилей, которые припарковались на территории платной парковки. Есть мобильные комплексы видеофиксации, есть стационарные комплексы видеофиксации. Все комплексы поверены, то есть они прошли процедуру государственной поверки, они ежегодно проходят эту процедуру. Фиксируется с интервалом 15-30 минут, фиксируется номер автомобиля, значит, пространственная временная информация, она попадает в базу, определяется автомобиль, его местоположение, сколько он простоял, далее сверяется в биллинговой системе. Был ли платеж по данному автомобилю. Если платежа не было, соответственно, эта информация формируется как заявление в административную комиссию и передается уже наручно в административную комиссию. По нарушителям, которые завешивают свои номера и закрывают, ну сейчас посмотрим опять же статистику, какое количество у нас нераспознанных номеров, с помощью, вернее, причиной которых является как раз листочки, или еще какие-то посторонние предметы на номерах. Но я думаю, что, скорее всего, это будут сотрудники, которые будут проходить, убирать эти номера и фиксировать.